Ворон, Ворон, иди, иди сюда. Посмотрим, как он себя поведет. Вот он, первый раз. На спину ему накинули седло своему любимому жеребцу травой руками рву, чтобы ко мне привыкал, чтобы я был его другом, хозяином и товарищем. Всем привет! Я Серега, молодой фермер. Вы находитесь на канале Ферма Золотой бычок. Вот, посмотрите. Значит, занимаюсь вот таким жеребцом карачаевской породы двухлеток. Значит, в моих планах за три дня его заседлать, сесть на него, проехать сверху. Вот такой красавчик, смотрите какой. Значит, он у меня уже ходил с кобылами. Ходил с кобылами в электропастухе. Вот я его поставил отдельно. Значит, вот он второй день у меня стоит. Ворон! Ворон, иди! Иди сюда, иди, иди! Садим на него недоуздок, веревку, чтобы можно было к нему подойти. Значит, завтра буду пробовать одевать на него седло. Ну, и, возможно, уже сяду, прокачиваюсь на нем. Ну, по крайней мере, сяду уж точно. Значит, прокачиваюсь, не знаю, как он себя поведет. Вот такой вот жеребчик. Привезли мне его с Карачаевой Черкесии. Вор! Ай, вор! Выглядывает из своих кобылок там. Вот, значит, я его немножко обглаживаю, чтобы он привыкал ко мне. Вот так вот он спокойно ходит. Ходит как бы за поводом. Вот, значит, подвел его на короткую узду. Накинул седло. Стоит спокойно. Завтра, значит, когда буду не один, сяду на него, чтобы сделать видео. Посмотрим, как он себя поведет. Так, вроде же, жеребчик не глупый. Такое седло для него нашел. Драгунское. Сейчас давайте попробую его развязать и здесь походить с ним седлом. Ну вот, седло не стал затягивать. На всякий случай пускай, чтобы, если что, упало, чтобы он не стал дуреть. Вот он первый раз. На спину ему накинули седло. Вот так он себя ведет, вроде, спокойно. В принципе, можете садиться. Завтра, значит, снимем видео. Я попробую на него сесть. Посмотрим, что из этого получится. Нельзя оставлять на этом базу. Он выпрыгнет. Бежит кобылам. Они, карачаевцы, такие, что их ни один забор не остановит. Они, если захотят, хоть на крышу на эту запрыгнут. Жеребчик ворума, он линии хана. Сын тайкуша из табуна хмата и мхамата гирюговых. Иди попей, иди. Пить не хочет. Ну, вот видите, седло даже не закреплено. Он себя ведет спокойно. Даже не пытается его скинуть как-то. Значит, сейчас накашу ему травки, оставлю, чтобы до завтрашнего дня он постоял в расколе. Не буду рисковать. Оставлять его на базу, потому что он наверняка выпрыгнет. Давай, заходи. Что, узко тебе? Давай, давай, давай. Заходи, заходи. Забудь следить, Маха г Deюга. Маха гентелен. Маха гентелен. Маха бре. Маха гентелен. Брефарка. так значит своему любимому жеребцу траву руками рву первый день когда его отбил от кобыл он был шибко буйный его не кормил не поил сегодня вот второй день значит кормлю его и пою с рук чтобы ко мне привыкал чтобы я был его другом хозяином и товарищем иди вор иди дина так вот кормлю его сегодня весь день ну чё завтра повезешь меня да ворон на конечно эти лошади отличаются от простых у них более такой буйный нрав характер поэтому поэтому надо с ними заниматься вот смотрите уже глажу ему спинку а еще вчера был просто дикий мустанг конечно не обошлось без кнута у меня вот тоже последствия все руки разодраты но ничего ничего ромы с тобой подружимся до все приедем с тобой в островскую на скачке наешь так в принципе за три дня можно обучить любого жеребца главное не бояться конечно желательно иметь помощника я вот видите один как бы пытаюсь все делать завтра может со мной кто поедет хотя бы снимет со стороны как я на него сяду так что всем спасибо кто досмотрел это видео до конца ждите от нас новых видео заходите на канал всем пока